Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы делаем обзор четвертой главы этой книги. Экзегеты следующим образом устанавливают содержание этой главы. После того, как Иов столь искренне дал выход своим чувствам и таким образом проломил как бы лед, его друзья со всей серьезностью принялись давать выход своим суждениям по делу Иова, которыми они, наверное, делились между собою, сравнивая свои мысли и обсуждая их, и убедились, что пришли к единому мнению в своем приговоре, а именно, страдания Иова вне всякого сомнения доказывают его двоедушие. Иов до сих пор крепко держится и находит утешение в своей непорочности. Елефас, который, по-видимому, был старшим или занимал более высокое положение, начинает в этой главе свой спор с Иовом. И первое. Призывает к терпеливому слушанию. Это стих второй. Второе. Хвалит Иова и признает, что тот славился и приносил пользу своим исповеданиям религии. Это стихи третьей и четвертой. Третье. Обвиняет Иова в двоедушии и в лицемерном исповедании, основывая свое обвинение на постигших Иова несчастьях и его поведения во время таковых. Стих пятый и шестой. Четвертое. Для подтверждения своего предположения, Елефас настаивает на том, что именно нечестие человека всегда навлекает Божьи суды. Стихи седьмого по одиннадцатый. Пятое. Своё утверждение он подкрепляет рассказом о полученном им видении, во время которого ему напомнили о чистоте и справедливости Бога и о низости, немощи и греховности человека. Стихи с двенадцатого по двадцать первый. Своей речью, Елефас, стремится подавить дух Иова и побудить его к раскаянию и терпению скорби. Так библейские экзегеты формулируют содержание четвертой главы. Обычно, когда мы сталкиваемся с несчастьем отдельно взятых людей или целых народов, мы спешим заподозрить этих людей или целые народы в том, что они как-то прогневили Бога, и поэтому они испытывают эти несчастья, эти катаклизмы. Действительно, как в Писании сказано, что если люди отступают от принципов Божьего закона, то гнев Божий он не замедлит. И в книге «Второзаконие», где содержится во второй части этой книги «Благословение и проклятие», там мы как раз сталкиваемся с чем-то подобным. Но мы не всегда обращаем внимание на то, что в Библии говорится о том, что божественные наказания чаще всего они носят педагогический характер. И тогда, когда Господь наказывает отдельно взятого человека, отдельно взятую семью или даже целый народ. Педагогический характер наказаний Божьих, на это обращал внимание еще древний экзегет Ориген, они имеют цели через страдания, трудности, через катастрофы и конфликты возвысить души людей, которые переживают нечто подобное. И в Библии мы обнаруживаем, например, такие слова «Кого Бог любит, того и наказывает». И, как я часто объясняю, больше всего надо бояться того, что можно назвать равнодушием небес. Что такое равнодушие небес? Это когда мы согрешаем, и небо как бы не обращает внимания на то, что мы сделали. Наказание как бы не настигает нас. И напротив этому христиане, верующие люди обычно замечают, что как только в чем-то не ошибаются, совершают какие-то преступления, ослушания, сразу идет наказание. Поэтому надо бояться не наказаний, а их отсутствие должно нас пугать и как-то внутренне напрягать. Почему же Господь не реагирует на наши ошибки? Тем более, если мы осознаем, что любое такое наказание отдельно взятого человека, целой семьи или целого народа, это всегда носит педагогический характер. То есть Бог хочет через это вразумлять нас. Как любящий отец наказывает своих детей, потому что он заботится о них. И напротив, есть категория детей, которых никто не наказывает, это беспризорные дети, которые никому не нужны, никто не обращает на них внимания. Итак, речь Элифаза. И мы читаем первый стих. «И отвечал Элифаз, фемонитянин, и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело, то есть, что значит не тяжело? То есть, не трудом ли будет для тебя? Потому что Иов находится в разбитом, сокрушенном, болезненном состоянии. Не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово?» Надо сказать, что друзья Иова, они по-разному, совершенно по-разному пытаются понять состояние Иова. И кто-то из них ближе к истине, а кто-то дальше от нее. Элифаз – один из тех, кто все-таки близок как-то к истине, он более вдумчивый человек, но даже ему не открываются тайны божественного педагогического домостроительства. И давайте обратим внимание на то, что Элифаз в понимании экзагетов это наиболее сострадательный из друзей Иова. Всегда, когда целый народ или отдельно взятая семья, или отдельно взятый человек оказывается в тяжелом положении, всегда есть люди, которые проявляют сострадание, а есть люди, которые достаточно равнодушно относятся к тому, что происходит. Святитель Иоанн Златоуст пишет, трудом Писание обыкновенно называет грех. Здесь Златоуст отталкивается от того, что Елифаз спрашивает, не тяжело ли будет тебе, то есть не трудом ли будет для тебя слушать меня, как бы так он говорит Иову, и Златоуст пишет, трудом Писание обыкновенно называет грех, так говорится под языком его мучения и пагуба, в греческом оригинале, под языком его труд и болезнь. Это Псалом 9, 28 стих. Таким образом, Елифаз говорит, смотри, Иов, не сказал ли ты чего-либо в грех, и поэтому теперь так страдаешь? Что сказал Иов? Он помолился о том, чтобы умереть и избавиться от настоящей жизни. Разве он сказал, я праведен и добродетелен, и терплю такое? Нет. Но говорит, я хотел исчезнуть вместе с нечестивыми, вместе с рабами и выкидышами получить то же, что нечестивые. Он не сказал, я присполнен таких и стольких добродетелей. Конец цитаты. Это работа святителя Иоанна Златоуста, его гамилия на книгу Иова. Итак, что мы здесь видим? Каждый из друзей Иова, он хочет доискаться, почему такое произошло именно с Иовом. Потому что, когда у Иова было все хорошо, все понимали так, что это Божье благословение за его особые добродетели. Но когда все это рухнуло, людям надо было это как-то объяснить, если не для Иова, то для самих себя. недавно я получил сообщение от одного человека, который писал в своем сообщении, что он очень был потрясен свидетельством о том, как два изувера издевались над девочкой, буквально разрывая ее, и для него это теперь стало преткновением в религии. И я ответил ему, вы правы только в том случае, если жизнь есть только на земле. Но так как в христианском понимании последнее слово всегда остается за Богом, мы не видим всей картины. ведь никто из друзей Иова, да и сам Иов, они не представляли, что был разговор сатаны, по-еврейски сатан, противник, с Богом, когда как бы взвешивался Иов и решался вопрос, до какой степени можно испытывать этого человека. И Элифас продолжает говорить, обращаясь к Иову, возможно, даже причиняя ему боль, «Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом, богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим?» Когда мы на библейском портале Экзегет записываем эту беседу, сегодня день Иова Многострадального. В этот самый день родился русский император Николай II, который стал Иовом земли русской. Как у Иова почти на глазах погибли его дети, его семья, так и император был казнен вместе со своими домочадцами, женою, детьми и наиболее преданными слугами. Любое такое потрясение, оно должно иметь какой-то смысл. Религия, как я часто говорю, она наполняет смыслом буквально все и трудности, и болезни, и скорби, и даже саму смерть. И там, где атеисты, безбожники видят мрак и небытие, мы видим свет и Христа. Элифас как бы говорит, богобоязненность твоя, буквально страх твой, то есть страх перед Богом, который в Ветхом Завете олицетворял путь, ведущий к истинному богопочитанию и мудрости. Элифас хвалит это чувство. И в то же время в Писании сказано, что в любви нету страха. Как совмещается страх Божий, который есть начало премудрости, и библейское утверждение, что в любви нет страха? В любви не присутствует панический страх. На еврейском языке как и на русском языке есть разные определения того, что есть страх. Есть испуг, это что-то неожиданное. Есть паника, это что-то грандиозное, то, что сотрясает всецело человека. А есть богобоязненность, это особое состояние, и оно соединено с чувством любви. Чтобы передать значение богобоязненности, я приведу такой пример. Когда молодой отец впервые на руки берет своего ребенка, он испытывает чувство страха и любви, и любовь усиливает страх. Он боится как-то каким-то неверным движением причинить вред этому ребенку. Если человек любит Бога, он испытывает страх. Как бы не оскорбить Бога, как бы не выйти из повиновения Богу. Сейчас весь мир выходит из повиновения Богу и его заповедям. мир Запада, который очень привлекал многих людей, сейчас осуществляет политику растабуирования, снятия любых запретов, любых табу, без которых не существуют даже отдельно взятые дикие племена. И для них самое главное это сделать людей решенными богобоязненности перед божественным законом. Дух вседозволенности, гедонизма, самолюбия перенаполняет сердца многих и многих людей. Гедонизм, как стремление к наслаждению, становится идеологией, которую исповедуют, которую защищают, которую навязывают в том числе и с оружием в руках. В Священном Писании сказано, это книга Притч, 15 глава, 33 стих, «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Поистине человек, который испытывает любовь к Богу, он проявляет деятельный страх, стремление исполнить волю того, кого он возлюбил. И здесь он проявляет смирение, то самое смирение, которое славе предшествует, как сказано здесь. В толковой православной Библии говорится, «Порицая малодушие Иова, Иллифаз усматривает в нем достаточный повод и побуждение обратиться к страдальцу с речью. Не в благочестии ли твоем надежда твоя, упование твое, не на непорочность ли путей твоих, спрашивает он его, то есть Иова». По мнению Иллифаза ропот и жалобы Иова проистекают из его уверенности в своем благочестии. Он ропщет и жалуется потому, что себя человек все время оправдывает. Человека благочестивого и непорочного Иллифаз считает несправедливо наказанным, если его настигает какая-то беда. Это ложная по взгляду Иллифаза мысль Иова, как он додумывает за Иова, заставляет его обратиться с речью к своему другу, заранее предрешает его основное положение. В противоположность Иову Иллифаз утверждает, что несчастье постигают только грешников. Следовательно, Иов, раз он подвергся бедствиям, не может считать себя благочестивым, невинно наказанным. Но это далеко не так. Как мы уже знаем, кого Бог любит, того и наказывает. И если мы вспомним, какие наказания от Бога претерпевал возлюбленный еврейский народ семья Авраама, Исаака и Якова. Если мы вспомним, как строго Господь спрашивал со своих пророков, иногда мы даже не можем понять, а в чем суть ослушания того или иного пророка, почему Господь так строго наказал его. Ответ очевиден. Со своих избранных Господь спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Седьмой стих. Вспомни же, погибал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы? Элифаз задает серьезный вопрос. Действительно, погибал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы? Слова Элифаза содержат глубочайшую истину. Если ты праведен, то не теряй надежды, но не на праведность свою полагайся, а предоставь все Богу. Элифаз наиболее близок к истине, как мы уже с вами говорили об этом. Бог правосуден. И если Бог посылает трудности невинным и испытания для праведных, то в этом есть какая-то цель. Может быть, Господь посылает нам какие-то трудности, потому что мы не проявляли сострадания по отношению, например, к нашим соседям, и нам казалось, что их переживания, их катастрофы, это то, что связано с ними самими, а с нами такое никогда не может произойти, но потом проходит время, и к нам приходят трудности, которые значительно превышают то, что мы видели у наших соседей. Может быть, это наказание за то равнодушие, с которым мы относились к бедам наших соседей. И Лефас продолжает свою речь. Как я видал, то оравшие нечестия и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божьей погибают и от духа гнева его исчезают. Здесь речь идет о тех, которые провоцируют несчастье, которые как бы оравшие, то есть те, которые сеяли семена бед и несчастье на чужой территории. Но рано или поздно беда приходит и к ним самим. Это неизбежно. И в еврейском народе существует такой медраж, он записан в древнем Мишнянском трактате «Перкия вод», то есть поучение отцов. Однажды некий мудрец шел по берегу Иордана и он увидел, что плывет череп. И он сказал, обращаясь к черепу, «Ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены». Поэтому, когда мы равнодушно смотрим на страдания соседей, неизбежно эти страдания придут к нам. И они испытают и нас самих. И Бог это будет делать для того, чтобы очистить нас от нашего эгоизма, замкнутости на собственный гедонизм. И в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих, первоверховный апостол Павел пишет, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Если мы орали семена зла, ненависти, то рано или поздно это принесет всходы, которые станут чем-то бедственным для нас самих. И в послании к римлянам, 3 глава, с 10 по 18 стих, мы находим такие слова. Они очень важны для сознания того, что на самом деле никто из нас не имеет какого-то нравственного преимущества друг перед другом. Я читаю, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортаньях открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Те, которые не знают пути мира, они находятся в бедственном состоянии, в бедственном положении. И у пророка Исаии 64 глава, 6-7 стих, мы находим слова. Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша как запачканная одежда, и все мы поблекли как лист, и беззаконие наше как ветер уносят нас, и нет призывающего имя Твое, которое положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Получается, что человек наказывается своими собственными прегрешениями, но это не всегда так. В случае с Иовом Бог послал ему мощнейшие переживания для того, чтобы еще более усовершенствовать этого человека, чтобы как золото, огнем очищенный от всяких примесей, он бы состоялся в праведности и в благочестии. И мы продолжаем читать речь Элифаза. «Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются, то есть рано или поздно лев умолкает, его рык прекращается, зубы скимнов сокрушаются». Здесь Элифаз как бы говорит, что всему Бог положил предел. И далее 11-12 стих. «Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются, и вот ко мне тайно принеслось и слово, и ухо мое приняло нечто от него», то есть от этого слова. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «И посмотри, он заимствует примеры из природы, то есть не происходит ничего нового и необычного, но все управляется некими законами, и ничего не изменяется, ибо если прочно утверждено то, что касается животных, то тем более то, что касается нас, как мощь льва, не имеет никаких препятствий, так и дерзновения праведного, ибо даже природе зверя не столь свойственна сила, сколь праведнику свойственна сила и крепость, легшее льву стать трусливым, чем праведнику легко одолима. Рано или поздно сила льва скудевает, рано или поздно скимены источают свои зубы, но если праведность поселилась в твоем сердце, или хотя бы в твоем сердце присутствует стремление к праведности, ты уже на правильном пути и начав это движение важно не останавливаться. Элифас говорит «Ко мне тайно принеслось слово». Мистическое видение Элифаса «Тайно принеслось слово», «Буквально ко мне прокралось слово», то есть пришло как бы минуя сознание, минуя ухо, приняло нечто от него, буквально ухо уловило шепот. То есть иногда, когда казалось бы наши логические объяснения выстроились в такую логически непогрешную цепочку, вдруг как легкое дыхание ветра, божественный шепот предлагает нам совсем другие решения. Поэтому, когда мы видим страдающего человека, страдающую семью или страдающие народы, не будем спешить выносить какие-то приговоры, какие-то определения, тем более, что все мы находимся в неком подвешенном состоянии, неопределенном, как о жизни человеческой сказано в Писании, она как пар, который является на малое время, потом исчезает. Элифас продолжает свою речь среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои. Он делится с той истиной, которая, как некий шепот, донеслась до него. Есть всегда какие-то официальные решения, представления о том, почему этот человек страдает, почему эта семья бедствует, почему этот народ наказывается. И всегда обвиняющая сторона настаивает на том, что в каждом случае сам человек, сама семья, сам народ виновны в том, что с ними происходит. То есть делается перекладывание вины с тех, которые могут быть причиной неприятности человека, семьи, целого народа на сам этот народ, на саму эту семью, на самого этого человека. Но не надо спешить это делать. Может быть, Бог хочет усовершенствовать этот народ, эту семью, этого человека, чтобы как золото, огнем очищенное от примесей, они бы состоялись в домостроительстве плана Божьего спасения. И Лефас продолжает описывать как бы некое сонное видение и вот этот шепот, который донесся до его сознания. «И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне, буквально ветер прошел надо мною». Помните, как в день Святой Пятидесятницы дыхание бурно наполнило Сионскую горницу, где находились святые апостолы? Далее Лефас говорит, «Он стал, но я не распознал вида его». То есть кто-то явился перед ним, «Только облик был перед глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос». Мы вспоминаем сразу пророка Илью, которому Господь являлся в тонком веянии ветра, то есть за любыми катаклизмами, потрясениями, военными конфликтами, болезненными неудачами. Мы должны услышать голос Бога. Это тонкое дыхание, как некий шепот. Бог должен подсказать нам, отдельно взятым, нашей семье, целому народу, почему с ними происходит то, что с ними происходит. Ильфас говорит, что не распознал вида его, тихое веяние, и я слышу голос. Ильфас не может с уверенностью сказать, кто или что это было, но точно знает, что пережил сверхъестественное откровение. И он говорит, как бы отталкиваясь от этого нового опыта, от того, что он услышал. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? О чем это? Смысл этой фразы можно передать следующими словами. Может ли простой смертный чувствовать себя праведным перед Богом? Может ли он распознать, почему Бог ведет его через болезни, скорби, военные конфликты, испытания, ужасы и потрясения через долину смертной тени? Мы видим только начало пути и созерцаем тот отрезок, который мы прошли и преодолели, но мы не видим конечной цели, которые ожидают каждого из нас. И смотрите, что говорит Элифас. Это известные слова. Вот он, то есть Господь, и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Если Господь усматривает недостатки даже в ангелах, прежде всего имеются в виду ангелы, которые не сохранили своего достоинства, то тем более Господь усматривает недостатки в нас, в этих глиняных сосудах, как далее Элифас говорит, тем более в обитающих в хроминах избрения, которых основание прах, которые истребятся, истребляются скорее моли. То есть если Бог усматривает недостатки в ангелах, то тем более в обитающих в хроминах избрения. Что это за брения о сотворении человека сказано «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою, которых основание прах, всех нас основание прах». Верят ли люди в Бога или нет, они признают, что жизнь возникла из праха этой планеты она возникла здесь и мы истребляемся скорее моли, наша жизнь проходит очень быстро и люди в возрасте говорят, что в их понимании жизнь как бы ускоряется. Читаем. «Теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Это послание Иакова, 4 глава, 13 и 14 стих. «Жизнь наша, она слишком скоротечна, чтобы мы успели бы рассмотреть, какие же смыслы заложены в том, что мы переживаем. Поэтому не надо спрашивать «за что?» Лучше спросить «Для чего? Господи, Ты посылаешь нам это?» Нам, как отдельно взятым людям, отдельно взятым семьям и отдельно взятым народом». В книге «Бытие», 3 глава, 17 по 19 стих, мы находим слова. «Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее, во все дни жизни твоей терния и волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И как бы подтверждая эту мысль Элифас говорит, между утром и вечером они распадаются, то есть процесс гниения сразу обнаруживается, как только останавливается сердце, сразу начинается процесс разложения. с другой стороны наша жизнь она действительно между утром светлого детства, радостной беспечной юности и вечером старостью столь стремительно не увидишь, как они вовсе исчезнут, восклицает мудрец, не погибают ли с ними и достоинства их, они умирают, не достигнув мудрости. Что значит умирают, не достигнув мудрости? То есть их смерть не оправдывается какой-либо целью, а потому может выглядеть как что-то бессмысленное. Они умирают, так и не познав смысл своего существования. Смысл открывается только в религии. Как я уже сказал, она наполняет смыслом все, и скорбь, и переживания, и страх, и саму смерть. Святитель Иоанн Златоуст пишет, Златоуст то есть не делая усилия захотел только и жизнь их окончилась. То есть человек только как бы захотел осознать себя, рассмотреть себя на определенном этапе жизни, она уже приходит к концу. Златоуст продолжает, сказано это в переносном смысле от обычая разгневанных, которые вместо того, чтобы делать выговор, например, себе, надуваются, между утром и вечером они распадаются, от утра до вечера не суть сказано или потому, что Иов подвергся всему в один и тот же день, или чтобы показать, что Бог не имеет нужды во времени, когда наказывает нечестивых. Действительно, мы не знаем вот эти новости о потере богатства, вот эти новости о потере детей, как быстро они доносились до Иова и, может быть, одна новость катастрофическая сменяла другую так быстро, что это выглядело как один день. Каждый день, друзья, мы выходим на улицу из наших домов, из наших квартир. Мы идем на работу, мы идем в магазин, мы идем в храм. Иногда бывает так, что какие-то обстоятельства меняют наш маршрут, и мы идем необычной дорогой. Иногда Бог меняет маршруты для целых народов, и они не могут понять, для чего это происходит, и они уже это воспринимают как гнев Божий. но может быть таким образом Господь спасает нас от чего-то более чудовищного. Только в вечности мы узнаем, сколько раз Господь, меняя наши маршруты, наши замыслы, о самих себе спасал нас. Если Господь видит, как современный мир погружается во мрак безнравственности и аморальности, он может спасать нас от этой гибели через сложные обстоятельства. Еще Ульянов Ленин в свое время замечал, что во время войны у людей обостряется религиозное чувство. Они начинают возвращаться к Богу. Может быть, поэтому Господь иногда меняет маршруты целых народов. Но Библия говорит нам, что люди обращаются к Богу и тогда, когда они заболевают, когда они сталкиваются с какими-то трудностями, когда они терпят кораблекрушение вере. Кораблекрушением вере апостол Павел называет такие нравственные моральные катаклизмы, которые могут обхватить отдельно взятого человека или целый народ, и тогда терапия Божия бывает внешне жестокой и решительной, но всегда имеет педагогический смысл и педагогическое значение и назначение. Итак, сегодня отцы, братья и сестры мы рассмотрели четвертую главу книги Иова, мы рассмотрели с вами беседу или фаза человека, который недалеко уклонился от истины, и Бог что-то подсказывал ему, чтобы он лучше понимал то, что происходило с его другом Иова. А понимаем ли мы, что происходит с нами самими, что происходит с нашим миром, в котором мы живем, и почему Бог меняет все время наши маршруты, перестраивает нашу судьбу, меняет ее вопреки нашим планам, нашим замыслам и нашим представлением. Поистине пути Господни это не наши пути. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это сложное время, когда Бог меняет маршруты. и горжио. Продолжение следует... Продолжение следует...